Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бесподобный бой на Суперконе. Какой же этот танк крутой, до сих пор способен выдавать такие эпичные сражения. Но сегодня поговорим о разнообразных важных темах, которые, естественно, сейчас накопились. Во-первых, вы наверняка уже слышали, что Хэллоуин решили разработчики перенести. Но не сам праздник, а режим на Хэллоуин. Собственно, да, режим на Хэллоуин будет вне Хэллоуина. Это просто великолепно. Когда именно появится сам режим, разработчики пока что не уточняют. Но совсем скоро будут некоторые подробности от ВГ. Так скажем, они будут оправдываться почему, из-за чего. Но в основном главная причина то, что режим еще не доделан просто. Ну, то есть, он сделан, но в нем полно багов и всяких технических проблем, которые нужно исправить. Потому что режим получился довольно-таки объемным и крайне проработанным. То есть, не по меркам ВГ. И, естественно, такой груз они просто не смогли вытащить. Они и сейчас-то на самом деле с трудом, мне кажется, его доделывают. То есть, вообще непонятно, как можно будет такую вот вещь добавить в игру вовремя. Даже не то, что вовремя. Понятно, что вовремя уже не выйдет. А через неделю хотя бы, потому что там объем работы довольно большой. И режим это что-то новое по меркам ВГ. Поэтому и столько технических проблем. Но, тем не менее, режим выйдет и привнесет море халявы разнообразный. Там вы сможете получить разнообразные камуфляжи, эмблемки. Также, вероятно, то, что будет некоторая компенсация игрокам за перенос режима. Ну, все-таки это некоторая обида. Потому что, реально, многие игроки ждали именно хэллоуинского режима. Ну, вот такие вот дела. Также в хэллоуинском режиме можно будет заработать боны. И дополнительные награды в виде резервов и всего такого. Также, вероятно, будет прокачка аккаунта. Ну, то есть, как на Новый год, знаете, можно будет получать дополнительные бонусы в рандоме. Там бонус к серебру, к опыту и так далее. Сам режим будет крайне объемным и проработанным. Но непонятно, сколько там багов будет. Потому что, мне кажется, их попросту все не смогут выловить. То есть, скорее всего, первые дни все равно режим будет крайне забагованным. Далее, следующая тема. Это у нас танки за боны. Но для начала я хотел бы объявить победителя, который урвал золото. Собственно, вот его комментарии на ваших экранах. Вы можете абсолютно также заработать себе голды. Все, что вам требуется, это написать свой игровой ник. И в комментарии также не забудьте указать ссылку на профит ВКонтакте. Ну, то есть, или игровой ник, или ссылку на профит ВКонтакте. Или то и другое, даже лучше будет. Также нужно досмотреть видео до конца. Ко всем прочему, рекомендую зайти на сайт ВотГолд. Если еще там не было, то для новых игроков там дополнительные бонусы. Вы сможете там воспользоваться реферальной программой и сборкой премтанков по чертежам. Все это крайне выгодно и интересно. Не забудьте использовать промокод, который дает дополнительные бонусы на этом сайте. Итак, ребята, собственно, танки за боны. Хорошо это или плохо? Конечно, это просто великолепно, но есть один нюанс, который многие игроки не учитывают. То есть, они как бы говорят, о, круто, танки за боны. Они теперь будут всегда, я смогу приобрести танки за боны, и все будет отлично. Да и нет в то же время, потому что танки, да, они будут долгое время продаваться за боны. Теперь боновый магазин на постоянной основе, но танки-то будут меняться. Господи, это означает, что если ты не успеешь до следующего прибытия новых танков купить эти танки, которые есть сейчас, то в итоге ты не сможешь приобрести достаточное количество танков вообще в целом. То есть, в принципе, если у тебя много бон, то ты попросту можешь скупить все, что есть сейчас. Но учти, что когда появятся новые имбы, то у тебя, ну, возможно, не хватит бон. Может быть, ты, конечно, подкопишь, я не знаю. Ну, и тут другая ситуация. То есть, если у тебя сейчас очень много бон, и ты, например, не купишь какие-то танки, то потом ты их уже купить не сможешь, потому что, когда появятся новые танки, они заменяют собой старые танки. Это так работает, по словам разработчиков. Так что учтите это. И, в принципе, сейчас можно не спешить, потому что еще долгое время, но танки не будут меняться, я думаю, только в следующем году. То есть, время еще предостаточно. Ну, конкретных сроков ВГ не сказали. Но, в любом случае, учитывайте, что вот если вы хотите собрать все прем-танки до наступления нового этапа, то вам все-таки нужно любую активность использовать для того, чтобы заработать боны. Потому что в дальнейшем эти прем-танки заработать нельзя будет. И, в принципе, ну, я считаю, что один из танков можно взять по рефералке. Это у нас, ну, прям танк французский тяж, вот этот вот. Ну, и, собственно, его можно по рефералке забрать. Все остальные премы можно купить, короче, за боны. В принципе, они довольно-таки уникальны, если они, конечно, в ангаре у вас не присутствуют. Также помните, что ФВ-215Б, тяжелый танк, он сейчас не самый лучший по характеристикам, но разработчики обещали его апнуть значительно. Поэтому в дальнейшем он может очень сильно преобразиться. То есть сейчас, если вы его берете, это скорее на будущее, так сказать. Ну, опять-таки, не факт, что потом он будет имбой, но все-таки я считаю, что ап должен быть неплохим. Далее, где еще можно забрать боны? То есть вы, может быть, чувствуете некоторую нехватку бон и даже не понимаете, как это возможно столько бон заработать. Так вот, я вам сейчас кратко расскажу. В ближайшее время вы сможете, во-первых, воспользоваться ветеранскими наградами, то есть это будет в ноябре. И по некоторой информации там будут раздаваться боны от 2000 до 20000 бон. Возможно, даже и больше. Но все будет зависеть именно от того, как давно вы зарегистрировались и насколько часто вы играете в World of Tanks. То есть если вы прямо очень часто играете, то тогда в таком случае, вероятно, награды будут значительные. Опять-таки, я так говорю именно то, как разработчики, ну, в общем-то, давали информацию. То есть сам официальный разработчик отметил, что будет сильно учитываться вовлеченность игрока в танки. То есть если он вовлечен, если он часто играет, я так понимаю, то значит, виноград ему будет больше даваться. Конечно, ни в коем случае не задройте там днями напролет. Не стоит этого делать, оно того не стоит. Но поигрывать, в принципе, в танчики можно. Вероятно, это увеличит ваши шансы получить что-то годное. Также идут ранги. Я понимаю, что для некоторых игроков ранги это как шип в одном месте. Но пока что выбора не очень-то и много. Поэтому все-таки рекомендую попытаться в рангах сколько-нибудь бонов дозаработать. Также помните, что в Хэллоуине будут раздавать боны. Но об этом я уже говорил. Но сколько именно, к сожалению, точно неизвестно. И также можно будет получить в линии фронта боны. Но это уже старая информация. Но тем не менее, некоторые это не учитывают. Также неизрасходованные очки добрости, которые, собственно, вы не потратили на прем-танки в линии фронта. Их можно будет перевести в боны и золото. То есть там сразу и боны, и золото одновременно. То есть нельзя что-то одно выбрать, чтобы побольше было. Ну и, в общем, тоже неплохо. Там чуть-чуть, но, может быть, как раз вам немножечко и не хватает этих бон на прем-танчик. Также можно ждать других активностей на Новый год. Специальные активности. Возможно, выйдет снова у нас поезд с боновой. Такое уже было. То есть там ломается поезд. И за некоторое время нужно наиграть какое-то количество боев, чтобы, собственно, часть бонов этих себе забрать. Потом, через некоторое время, когда игроки все эти боны соберут, ну, эта активность пропадает. Такие вот дела. Также, еще ко всем прочему, что стоит отметить, боны вы можете зарабатывать на десятках. То есть просто играя на десятках, дает немножечко бон. Далее, подарки ветеранам 2019 года. Скоро тоже должны стартовать. В ноябре я уже сказал. Ну и к, в общем-то, этому событию есть довольно хорошая вероятность того, что, наконец-таки, разработчики доделают эти фугасные голдовые снаряды. Хотя там и конца и края вроде как не видно. Но может быть такое, что до конца ноября все-таки получится детестировать все это и ввести в игру. И, собственно, будет очень хорошо, если так получится. То есть это дополнительный, как бы, подарок для ветеранов, которые раньше играли на ЕС-4 и радовались, и на Е-100. И, собственно, разработчики в первую очередь будут тапать именно эти танки. Возможно, некоторые замены в этих танках и могут дать что-то годное. Далее, прям танк в подарок или акционный танк дадут, конечно же, ветеранам. На данный момент точно неизвестно, какие танки будут. Тут, может быть, там можно будет выбрать. Но есть очень большая вероятность ухватить объект 777, вариант 2. Это такой вот советский тяжелый танк 9 уровня. Естественно, это не прям, хотя, ну, конечно, было бы здорово, если бы было бы прямым 9 уровня, который доставался игрокам бесплатно. Далее, конечно, около 10 миллионов серебра также достанется игрокам. Самым таким, ну, это максимальная награда, самым таким крутым ветеранам. Потом стиль должны дать и также, ко всему прочему, дополнительные там нашивки, эмблемки и так далее. Также специально считают за ветеранов, у которых уже давным-давно прокачаны С-4, завозят ветку двухорудийных танков. По идее, до конца года должны доделать ее. Ну, это как такой вот альтернативный подарок. То есть, сам, скажем, забери, прокачай и нагибай. Потому что, ну, считай, смотрите, у нас тут ИС-3 с двумя орудиями. То есть, нагибал на ИС-3, а вот тебе ИС-3 с двумя орудиями. Теперь сможешь на нем нагибать на девятом уровне ИС обычный с двумя орудиями. И в конце СТ с двумя орудиями. Считай, замечательная награда ветеранам. Ну, правда, ее придется самому забирать. Ну, и, конечно, все-таки есть вероятность, что разработчики в конце года, в декабре, завезут черный рынок 2.0, где можно будет приобрести премтанки за серебром. Может быть, даже раньше это появится, а тут вопрос просто времени. Совершенно, в общем-то, нам никто не скажет, когда это появится. То есть, это должно быть сюрпризом. Но серебром не на всякий случай свободный опыт копите. На этом все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо огромное, что смотрите мой канал. И до скорых встреч.